Как вы считаете, сколько времени потребуется Ивановской среднестатистической семье с одним ребенком, чтобы приобрести квартиру? Специалисты агентства Реорейтинг отвечают почти 9 лет. Один из худших показателей по стране. Соотношение стоимости квадратного метра и заработной платы в регионе оставляют желать лучшего. Несмотря на государственную поддержку молодых семей и возможность использования материнского капитала и сниженные ставки по ипотечным кредитам, жилплощадь до сих пор остается покупкой, на которую приходится долго и упорно копить. Позволить себе квартиру без долговых обязательств, проще говоря, за наличные могут единицы. Как ни крути, а жить где-то надо. И встает сложный вопрос – аренда или ипотека? Скорее всего, лучше ипотека, чтобы вкладывать уже в свое жилье, чем аренда. Потому что аренду ты платишь кому-то, а ипотеку уже в свое вкладываешь. Моя точка зрения – лучше ипотека, потому что имущество переходит в вашу собственность. А аренду вы платите, а денежек у вас не остается. В связи с этим я только за ипотеку. А аренду? Тебя в любой момент, могу сказать, что нужно освободить квартиру, ты уйдешь и тебе точно так же придется искать аренду. Тебе скажут, например, освободить за день, а идти тебе уже будет некуда. Конечно, ипотека лучше. Потому что тут хоть знаешь, куда платишь. Там через какое-то время это будет твоим, если ты платишь ипотеку. А аренду – просто отдаешь деньги, и все, и никакого толку. В принципе, у меня свое жилье, я ипотеку брать не собираюсь. А для молодежи, я вот, например, считаю, что лучше взять ипотеку. Надо как-то в будущее смотреть. Какой вариант оптимальнее, сказать сложно. Если у гражданина нет семьи и детей, нестабильный заработок, а сам он планирует в перспективе сменить место жительства, то задумываться об ипотеке не стоит. Многих пугает, что ближайшие 10-20, а то и все 30 лет, значительная часть денег пойдет на погашение кредита. Впрочем, при ставке 8-9% годовых расходы на аренду сравнимы с ежемесячным платежом по ипотеке. Ипотека – это, во-первых, сейчас с работой все проблематично. Сегодня ты работаешь, завтра тебя уволили, а ипотеку выплачивать нужно. А арендой довольно-таки проще. Смотря какие финансовые возможности, потому что платить ипотеку достаточно дорого. Поэтому, и смотря из каких жизненных ситуаций человек находится, то, наверное, выгоднее всего кому-то арендовать, а кому-то брать ипотеку. В зависимости от доходов. Смотря какая цель есть у человека. Потому что сейчас предпочитают снимать. Потому что непонятно, что будет завтра. А ипотека – это же каторга определенная. Поэтому все от доходов. Аренда или ипотека? Аренда, наверное. Не знаю, потому что ипотека – это очень надолго. Связывать себя с банком я бы вообще не хотела. Честно, не очень люблю кредиты. Потому что сама деда разбралась, такая волокита. Но, с другой стороны, свое жилье. Поэтому тут такой спорный вопрос. Если ты можешь себе позволить ипотеку, и ты ее выплатишь, то это лучше, чем аренда. Потому что ты всю жизнь скитаешься на чужой квартире. И отдаешь также те же деньги. Жить в съемной квартире или брать кредит – выбор сугубо личный. И в том и в другом случае есть свои плюсы и минусы. Однако при прочих равных по прошествии определенного времени ипотека закончится. А вот аренду за жилье придется платить постоянно. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.